Честно, все говорят, ой, какие-то носки продает, там, что за носки, как можно продавать носки? Ребята, я на этих носках заработала около 100 тысяч долларов, и могу сказать, что да, это возможно. Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ая, я родом из Казахстана, и последние 5 лет я живу в Америке. 4 года из этих 5 лет я занимаюсь продажами на Amazon.com, за это время я создала свой бренд, выпустила несколько успешных продуктов, и один из этих продуктов это носки. Да, вот честно, все говорят, ой, какие-то носки продает, там, что за носки, как можно продавать носки? Ребята, я на этих носках заработала около 100 тысяч долларов, и могу сказать, что да, это возможно. Давайте я вам расскажу, с чего это все началось. Началось все в 2017 году, я жила в Вашингтоне, DC, это столица Америки, и где-то в начале года, где-то в январе, я пошла на занятия, на пилатес. Пилатес это занятия на таких вот станках, и обязательно на занятия всегда надо носить такие носочки специальные с силиконовым покрытием снизу, чтобы не скользить. В то время занятия в пилатесе были очень популярны, и люди как бы покупали эти носочки в студиях, что сделала и я. Я пошла на занятия, и мне говорят, ты не можешь заниматься без носочка, вот покупай. Я купила пару носков за 10 долларов, и я подумала, это очень дорого. В общем, с этого все и началось. Я решила сделать свой продукт, и начала гуглить, смотрела несколько видео на YouTube. В то время, 4 года назад, было очень мало контента именно про то, как продавать на Амазоне. Были ребята из Jungle Scout, были разные ребята, которые тоже говорили, что они продают свой продукт за миллионы долларов. И, конечно, я подумала, что почему бы и нет, у меня тоже может быть так получится, что я потом начну хорошо зарабатывать. Вот, началось все, да, в 2017 году, и где-то в феврале я уже сделала эскиз носков, которые мне, как бы, я бы сама носила, да, мне, как бы, мне было удобно их носить. Вот, и в 2017, в феврале, я начала искать производителя в Китае, конечно же, на alibaba.com, и нашла несколько фабрик, которые могли бы изготовить эти носки для меня. Выглядели они вот так. Вот, это самая первая партия носков, которые я у них заказала. Весь процесс, он занял примерно, может быть, два месяца. Я помню, в феврале мне уже прислали образец, и за этот образец я должна была заплатить 100 долларов. И я думала, блин, а вдруг они меня обманут, вдруг они не сделают. Вот, и, в общем, да, я заплатила 100 долларов, они мне прислали образец. Я, мне он очень, ну, понравился по качеству, я думала, ой, все, они, наверное, все вот так вот сделают идеального качества. И эти носочки тогда стоили 85 центов за вот такую вот пару. Туда входила вот эта вот этикетка, и плюс туда еще входила сумочка. Я ее покажу на фотографии, у меня сейчас еще ее нет. Вот, и где-то в начале апреля они уже закончили все 3000 пар. У них, конечно, у этой фабрики были требования, они сказали, что сделаю такие носочки за 85 центов только в том случае, если я закажу 3000 пар. В общем, я решила рискнуть и заказать 3000 пар, три разных цвета, это был серый, розовый и черный. Вот, на то время упаковка выглядела по-другому. В одной упаковке было, были две пары носков, и еще я вложила туда такой специальный ремень для растяжки, для того, что можно было с этим ремнем еще носить. Для йоги. Вот. В общем, да, в апреле они мне присылают все эти носочки, но этим все не заканчивается. Мне надо открывать на Амазоне свой аккаунт, сделать хорошие фотографии, хорошие, просто вначале я думала, я делала очень хорошие фотографии, но это не так, как вы видите, эти фотографии были просто ужасные. Я сейчас на них смотрю, и мне так стыдно, что я думала, что это классные фотографии, но зато это меня не останавливало. Я решила, что такие фотографии пойдут, и люди будут покупать. И знаете, что самое интересное, люди покупали в то время с этими фотографиями, они были кому-то интересны, и люди реально покупали. В апреле, в общем, я начала продавать. Я помню, когда я продавала первые две пары, у меня был такой визг, я так радовалась, что люди покупают. Представьте, у меня было полторы тысячи упаковок и таких носков. И еще вам скажу, что не все носки, которые пришли, они были хорошего качества. Многие из них были очень бракованные, они были шиты неправильно, вот этот вот вырез был неправильно вырезан. В общем, я не могла эти носки продавать, и решила от них просто избавиться. Потому что я понимала, если сейчас кто-то ставит плохой отзыв, то этим носочкам конец, я больше не смогу их продавать, и, конечно, потеряю деньги. А апреля по май, апрель-май, конечно же, очень медленно шли продажи. Но летом потом, я помню даже день, когда я продала 10 комплектов таких носков, у меня была такая радость. Я, по-моему, даже сделала скриншот, но я не помню где. В общем, да, первые 10, потом у меня были первые 20 комплектов, потом первые там 30. И я помню, в конце года, в конце 2017 года, на рождественские праздники, я в день продавала по 100, по 50 комплектов этих носков. Вот. 2018 год был очень прибыльный. В 2018 я этих носков продала примерно 3000 комплектов. В общем, я этих носков продала 6000 комплектов на сегодняшний день. Я вам покажу отчет за последние 2 года с Амазона. Амазон, к сожалению, не делает отчет, например, за последние 5 лет или 3 года. Вот он мне дает отчет за последние 2 года. В процессе продажи я поняла, что первая упаковка, она не очень хорошая, в плане того, что я поняла, что люди покупают эти носочки именно как подарок. И я сделала другую упаковку. Она выглядела вот так. И, как видите, это уже такая картонная упаковка. Тут написано, из чего состоит состав. Тут вот бар-код. И сама упаковка. Тут мой лого, логотип. Видите? И в этой упаковке тоже 3 пары носочка. И также я сюда вкладывала вот такую сумочку. Это специальная такая сетчатая сумка для стирки этих носочков, чтобы они, например, не терялись. И я это так и рекламировала, что вот подарок получите. Вот такую вот сумку для стирки. Видите? Здесь написано, что бесплатный подарок. Ну, людям это нравилось. Люди это покупали. В общем, и... Но упаковку я потом еще раз поменяла. В 2019 году уже стала вот такая упаковка. Это такая сумочка. И, видите, вот тоже здесь 3 пары носков. Тоже людям всем нравилось. То, что это уже совсем что-то другое. А теперь давайте перейдем к цифрам. Эти носочки, большинство из них я продавала за 16 долларов 99 центов. Из этих, ну, скажем, 17 долларов, примерно 6,5 долларов я платила Амазону за то, что Амазон это все хранил, за то, что упаковывал и отправлял клиентам. Вот. И еще, конечно же, это себестоимость, да, продукта. Себестоимость продукта примерно 4 доллара, включая доставку, ой, включая доставку из Китая в Америку на склад Амазона. Вот. И если посчитать, например, если один комплект стоит 4 доллара плюс 6,5, это то, что я плачу Амазону, 10,5 долларов. От 17 долларов мы отнимаем 10,5 долларов, и это получается 6,5 долларов. 6,5 долларов с одного комплекта – это моя, как бы, прибыль. Да, это чистая прибыль, и, скажем, если я за все это время продала 6 тысяч комплектов вот этих носков, это примерно 36 тысяч долларов, скажем, да. И это только одни носки. После этих носков я еще выпустила другие носки, они были из бамбука. В Америке эта тема очень заходит, люди очень любят какие-то натуральные ткани, и я решила сделать вот такие вот бамбуковые носочки. Тоже нашла производителя, та же самая фабрика. Они мне сделали носочки, я придумала такой прикольный дизайн и яркие цвета. Вот, тоже эти носочки были сперва в другой упаковке, они были в такой картонной упаковке, но потом я решила их поменять на другие. Вот, на другую упаковку, которая тоже вот так вот выглядела, тоже людям очень нравилось. Это занимало очень мало места, и при, например, скажем, если раньше из Китая, когда они отправляли, и это было в картонной коробке маленькой, да, то было 20 коробок, а в такой упаковке это 10 коробок. И, конечно, я экономила два раза. Вот. И таких носков я тоже продала несколько тысяч, как вы видите. Вот. И после этого я еще выпустила носочки, которые были с люрексом. Ну, мне понравилась эта идея, думала, может, людям понравится. Они, конечно, не очень сильно зашли, я продала, наверное, несколько тысяч тоже комплектов, но я поняла, что их дальше уже нет смысла продавать, потому что людям не очень сильно они понравились, они начали говорить, что они там чешутся там или еще что-то, не знаю. В общем, они красивые носочки, но я больше их не буду выпускать. Вот. И, наверное, цель этого видео не то, чтобы там похвастаться, да, сказать, я зарабатываю там несколько тысяч долларов. Вот. Цель этого видео показать вам, что да, это реально, я простая девушка из Казахстана, у меня не было никакого образования в финансах, там я ее не умела обрабатывать там фотографии даже, но это просто вот был такой интерес, любопытство, я рисковала, и я знала, что, может быть, в какой-то мере я потеряю эти деньги, но я рискнула, и я очень рада этому, потому что, мне кажется, чем старше ты становишься, тем ты и боишься рисковать чем-то, ты становишься каким-то пессимистом. И вот 4 года назад я еще была такая, ой, все получится, все хорошо, даже когда у меня что-то уже ничего не получалось, у меня было несколько продуктов провальных, которые, да, я возлагала очень большие надежды, но они просто как бы не понравились моим покупателям, и люди начали оставлять плохие отзывы. Такое тоже бывает, вот. На сегодняшний день, да, у меня, я оставила всего 3 продукта, которые мне приносят очень хороший доход каждый месяц стабильно, вот. И бизнес бизнеса на Амазоне это в том, что дает тебе возможность просто находиться дома, работать из дома и зарабатывать деньги, вот. Конечно же, в начале я очень много времени потратила на то, чтобы создать этот бизнес, да, чтобы поднять его, но сейчас я пожинаю вот эти все плоды, над которыми я работала первые, там, не знаю, 2 года. И я этому очень рада, и мне очень нравится сама, сама концепция вот этого вот Амазона, как они работают, что из Китая можно напрямую отправить все свои продукты на склад Амазона, и они дальше распределяют их по всем другим штатам, а ты просто сидишь дома и просто за этим наблюдаешь. Вот я вам честно скажу, иногда даже бывают дни, когда я просто ничего не проверяю, ничего не смотрю, а деньги как бы капают, да, и люди покупают, этим всем занимается Амазон. Конечно, я им плачу, да, за своего кармана, но это этого стоит. Потому что Амазон дает возможность таким людям, как я, которые, например, не хотят работать с 9 до 6, да, и у которых еще нет, ребята, и вот честно, я не представляю уже себя работающей с 9 до 6 на дяденьку, да, и зарабатывать, ну, и получать зарплату каждый месяц. Конечно, если, не знаю, мне придется так работать, я буду так работать, но почему бы не воспользоваться такой возможностью, когда столько технологий сейчас развивается, тебе дают столько возможностей зарабатывать, сидя из дома. И я знаю, что многие не верят, даже когда я говорю, вот, я работаю на Амазоне, ой, я зарабатываю тем, что продаю на Амазоне, у меня свои продукты. Люди даже не верят, они думают, что, ой, это нереально. Ну, как вы видите, это реально, это вот настоящие цифры, это реальные цифры, сколько люди зарабатывают. И я, например, это, я не самый там такой большой, да, продавец на Амазоне. Есть люди, которые зарабатывают там, я не знаю, по несколько тысяч долларов в день, и они продают там какие-то чашечки, какие-то ручки, какие-то там, не знаю, какие-то календари, посуду какую-то, и они очень много зарабатывают, и это реально. Я так рада, что я наконец-то загрузила это видео, потому что я очень давно хотела открыть свой YouTube-канал. Но, знаете, жизнь это жизнь, у тебя там какие-то дела, даже сегодня, когда мне надо было снимать это видео, мой муж должен был выйти с ребёнком на улице, потому что он просто не даёт ему возможности снимать, он кричит, и это просто дурдом. Вот, и да, у меня в день буквально час, чтобы снять какое-то вот такое информативное видео, и я сейчас понимаю, что это доставляет мне очень такое большое удовольствие, и я так рада, что сейчас я уже, имея какой-то опыт, да, там, 4 года продаж на Амазоне, и я могу помогать таким же ребятам, как и я сама в какое-то время, да, была. И я так хочу, чтобы мои видео помогли вам вот как-то реализовать, да, ваши какие-то мечты. Если вы хотите, если вы сидите на работе с утра до вечера, и вам эта работа уже надоела, вы думаете, так, чем вы заняться, да, деньги-то зарабатывать надо как-то. И это вот ещё одна модель, конечно, онлайн-бизнеса, чем можно заниматься и очень хорошо зарабатывать. И ещё одна цель, наверное, этого видео, это то, что вы просто открыто показать людям, сколько можно зарабатывать, сидя дома. Потому что многие не верят там и говорят, ой, это нереально, люди врут, никто не показывает, сколько он получает. Вот, ребята, я вам показываю открыто, всё прозрачно. Сколько я заработала за последние два года, просто продавая носки. И, как вы видите, это за последние два года. Хотя я продаю эти носки уже четыре года, и сумма примерно в два раза больше. Ну, как бы, в реальности, да, сколько я заработала. Вот. И это не один продукт, который я продаю. У меня есть ещё сумки для йоги, которые продаются ещё больше. И на сегодняшний день это мой основной заработок, который мне приносит очень хороший доход. И позволяет мне просидеть дома и наслаждаться жизнью. Ребята, у меня к вам просьба. Это моё самое первое видео. Пожалуйста, поддержите. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Я постараюсь всем ответить индивидуально, если у вас возникнут какие-то вопросы. Я буду делать очень много таких видео в будущем. И все видео, которые я буду выставлять, они будут основываться на ваших вопросах. И чем больше вопросов вы будете мне задавать, тем больше у меня будет идей для контента. И да, я знаю, что вы, наверное, будете ждать видео, сколько я сейчас зарабатываю, чтобы я показала. Такое видео тоже будет в будущем. Этот канал будет не только про Амазон. Это, в общем, такой лайфстайл, да, таких молодых ребят, которые живут в Америке. Будет очень много видео просто про нашу жизнь в Америке. И, может быть, я буду делать такие информативные видео, да, например, скажем, как купить машину, как взять на права, как купить дом, как снять квартиру. Такие насущные вопросы, которые вас интересуют, всегда пишите в комментариях, я буду вам отвечать. Пожалуйста, ставьте лайки. Так работает YouTube, что если он увидит, что людям интересно, что люди как-то проявляют свой интерес в виде нажатия кнопки «нравится» или «подписываются», то YouTube будет меня продвигать, и, конечно же, это будет давать мне такую мотивацию, чтобы делать дальше видео. Итак, как работает YouTube? YouTube работает так, что мне вначале надо собрать тысячу подписчиков и четыре тысячи часов просмотра. Да, это, конечно, очень много, я не знаю, я наберу столько, но если хотите помочь, пожалуйста, просто подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и пишите свои вопросы. Я буду делать для вас видео, наши видео будут очень интересные, я буду показывать, как мы живем, будет видео про нашу квартиру, будет видео про материнство, роды в Америке, про то, как мы воспитываем своего ребенка, как мой муж тут нашел работу менеджером в очень хорошей компании. И также очень будет много видео про нашу ежедневную какую-то вот жизнь. Так, ребята, всем спасибо вам за то, что вы посмотрели мое видео. Пожалуйста, пишите свои вопросы, задавайте вопросы, я буду вам отвечать. Так что всем пока-пока, до скорой встречи!